Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Будут сположены отапливаемые палатки, туалеты, приездные пути, осуществляемый будет пропускной режим. О том, как будут проходить крещенские купания на территории Рязани. Нам выдали лопату и еще килограмм соли. Да, еще соли дали. Как рязанские коммунальщики нанимают на работу обычных горожан для уборки снега. Мне очень нравились всяческие скандинавские сказки. Художница Виктория Поволяева представила на персональной выставке свои книжные иллюстрации. Сегодня ночью после вечерней церковной службы начинается один из главных православных праздников – крещения Господня. В этот день многие верующие окунаются в ледяную прорубь. Официальным местом для такого купания городские власти обозначили Ореховое озеро. О подготовке купели и о том, как будет проходить священное действие в нашем репортаже. В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут встречать праздник крещения Господня. Для тех, кто решил окунуться в этом году в священную прорубь, сотрудники дирекции благоустройства города оборудовали купель на Ореховом озере. Место для купания будет оснащено сеном и скамейками. Также сотрудники МЧС установят здесь теплые палатки для переодевания и обогрева. В этом году, как и в прошлом, все организовано с поправкой на пандемию. Сейчас все службы, все структурные подразделения задействованы в подготовке к данному мероприятию. Поэтому всех вечером приглашаем прийти и погрузиться в Иордань. Будут сположены натапливаемые палатки, соответственно, туалеты, подъездные пути. Осуществляемый будет пропускной режим. Со всеми рекомендациями, с оборудованием надзора палатки будут установлены рециркуляторы и, соответственно, санитайзеры. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что крещенские купания можно совершать только в специально оборудованных для этого местах, где будут дежурить спасатели и врачи. В городе Рязани это Ореховое озеро, расположенное в лесопарке. Управление транспорта выпускает автобусы на маршрут от Площи Свободы до установки от лесопарка в Круг. Соответственно, будут ходить два автобуса. Начало их, значит, работа с 10 часов, с 22.00 будут они функционировать до 2 часов. Последний автобус будет уходить с озера Ореховое в 2 часа ночи. В прошлом году было порядка 2 тысяч человек. И готовы принять и 5 тысяч человек. Специалисты советуют, что перед купанием в проруби необходимо разогреть свое тело, сделать разминку или пробежку. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще раз напоминаю, доставкой горожан к купели займутся два автобуса. С 22.00 до 2.00 ночи они будут курсировать по маршруту Площадь Свободы, Ореховое озеро и обратно. Отправление через каждые 15 минут, расписание на ваших экранах. Единственное уточнение – автобусы платные, цена проезда 25 рублей, как и в обычный день. Отличная новость для всех любителей париться. После реконструкции своей двери скоро распахнут бани на Семена Середы. Пусконаладочные работы в финальной стадии. Что изменится и сколько это будет стоить, расскажем далее. Это у нас мужская парная, в которой третий день мы топим горелку нашу, печь, каменку. Она должна набрать определенные температуры и мы позовем гостей в наш банный комплекс. Этого события без преувеличения ждала вся Рязань. Ну или почти вся. В банях на Семена Середы уже вовсю тестируют новую тепловую систему. На смену старому, еще советскому комплексу, пришли современные иностранцы. Итальянский котел, горелка, бойлеры. Существенно обновлены раздевалка, помывочная парилка. В общем, объем работ проведен, как говорится, неподъемный. Самые заядлые парильщики, кстати, контролируют все работы буквально ежедневно. На интересующий многих вопрос, когда, уже есть ответ. Если сейчас все хорошо, третий день наступится мужское отделение. Если сегодня, завтра покажет, камни наберут определенную температуру, то к концу или начало следующей недели мы позовем заядлых парильщиков опробовать наш пар. Изменений будет сразу несколько. Во-первых, в банях теперь будет электронная система пропуска. Каждому посетителю будут надевать на руку браслет с обратным отчетом времени. Во-вторых, изменится цена посещения. Теперь это будут 420 рублей. Но здесь есть важное уточнение. Стандартное время нахождения увеличат до трех часов вместо двух, а для пенсионеров и льготников предусмотрены скидки. Максим Васильев, телекомпания «Город». Дополнительная техника на уборке резания от снега – это хорошая новость. Но коммунальщикам по-прежнему не хватает ручных агрегатов. Город должен быть убран. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Николай Любимов. Он поблагодарил крупные компании за помощь в расчистке сугробов и внес дополнительные предложения. Общее количество жалоб на уборку снега за последние семь дней увеличилось почти вдвое – до 1400. И это только цифры, взятые из соцсетей. Понятно, что снегопад продолжается. Понятно, что нормы выпадения осадков зашкаливают. Но, по словам губернатора, это как раз повод наращивать объемы уборки. С этим, объективно, пока не очень. Мне неинтересно заслушивать, как и людям, процессы, какие там обеспечены для того, чтобы эта уборка была лучше. Мне результат, как и людям, нужен. Убранный город, дворы убранные, межквартальные проезды, парки, скверы, улицы. Мы каждый год это произносим, и все время что-то кому-то мешает опять. К уборке уже подключились практически все крупные строительные фирмы города, помогают техникой, людьми. А вот кто точно тянет на дно все усилия властей, так это управляющие компании. Жилинспекция с ними твердо намерена поступать жестко, вплоть до лишения лицензии. По состоянию на 17 число проверено 862 территорийных квартирных домов. На 233 домах выявлено нарушение. Подготовлены инспекторами жилищной инспекции материалы на 45 управляющих компаний города Рязань. Это каждая вторая управляющая компания. О привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КУАП Российской Федерации. На общую сумму 11 миллионов 250 тысяч рублей. Хочется отметить управляющие компании, на котором наиболее часто возникают проблемы. Это УК «Центр», «Зеленая Роща», «ЖУ-21», «Рязанская МПМК-3», «УК «Фаворит», «ЖКО Соколовка» и «УОО «Либер». Николай Любимов предложил Минцифры создать интерактивную тепловую карту города с обозначением всех управляющих компаний. С индикаторами их активности. Красным цветом обозначать злостных нарушителей, зеленым тех, кто у граждан на хорошем счету. Чтобы жители знали, кому доверяют свои деньги. Максим Васильев, селекомпания «Город». Кто точно бы не отказался лишить лицензии свою управляющую компанию, так это жители дома номер 1А на улице сельских строителей. Они уже устали ждать помощи, и на улице они вышли сами, с лопатами. Вот так выглядел двор возле домов на улице сельских строителей. Всю прошлую неделю местные жители, можно сказать, боролись с управляющей компанией РСУ-2, которая не желала убирать придворовые территории. Как бы это надоело, это терпеть. Начали к ним ездить как на работу каждый день. На что постоянно слышали ответ. Денег нет, людей нет, техники нет. Один единственный трактор на два района. Первый день, это был понедельник, когда мы первый раз пришли с утра к ним. Мы начинаем обещать, что у нас творится, и нам подарили одну лопату. Но они начали говорить, что они не справляются, людей нет, техники нет, люди работают за копейки. Вы можете почистить сами вокруг своей машины, подъезд к дому и тому подобное. Мы сказали, что у нас нет лопаты, они нам сказали, что мы подарим. Да, нам выдали лопату и еще килограмм соли. Да, еще соли дали. Чтобы мы посыпали около подъезда, чтобы никто не падал, потому что я сама лично упала в понедельник. Подарки от управляющей компании, понятное дело, панацеей не стали. От идеи вручную солить снег здесь скоро отказались. Сугробов становилось все больше. Но местные жители не сдались. Они приняли волевое решение организовать субботник. 15 января на коллективную расчистку вышло более 20 жильцов, а управляющая компания наконец-то направила трактор. Мне кажется, это просто вот держите, только отстаньте. Это выглядело именно так. У трактора находится ковш с резинкой. И он не может взять вот эту всю наледь и убрать. Мы спрашиваем у РСУ, опять вот вчера ездили, поменял ли трактор ковш. Потому что нам нужно убрать все остальное. На что нам ответят, ой, извините, нет, вроде бы не поменял. У одного спрашиваешь, да вроде поменял. Опять у другого спрашиваешь, уже не поменял. У всех разная информация. Третья говорит, что вообще сломался, а четвертая говорит, что такого ковша поменей нет, если только второй трактор. Но у нас есть информация, что трактор один-единственный у них. Во всей этой уборке нашлась не одна ложка дегтя. Управляющая компания отказалась расчищать снег для парковки машин бесплатно. Хорошо они организовали, чистили сами. Никто не хочет ничего. Трактор, который там чистил, заплатили денежки. Задаром никто у нас ничего не делает. И платили вот они. Прямо мне деньги отдавали. Я как раз подошла. 500 рублей они им отдали. К слову, снег, который помогали собирать жильцы, за пределы двора не вывезен. За это также требует дань. Вывоза снега на Шерсу не занимается. Только они могут отдельной строкой в платежку выносить. То есть по этому поводу мы разговаривали. То есть если вы хотите, жильцы скидывайте, по-моему, 10 тысяч рублей. По-моему, даже слышно на аудиозаписи. 10 тысяч рублей стоит вывоз снега вот этого. Если вы хотите, типа да. Они включат это в общедомовые платежки и вот так вот. И мы вам вывезем. Вывоз снега мы не вывозим. И в договоре нет такого. Если хотите вывоз, дополнительно в машинах где-то вывоз снега 10 тысяч. Совсем я работаю. Содержание жилья включать. Общедобранные собирать. Что просим. Включить такой пункт. Да нам сначала в основном получить договор. Смотрите, что вообще у меня есть. Здесь написано. Я не знаю. Только... Я не читаю. В то же время оплату за обслуживание дома никто не отменял. Люди исправно платят по счетам, хотя даже договоры на обслуживание дома управляющая компания им не выдает. За что мы платим непонятно, что компания не выполняет управляющие свои обязанности по уборке. Мы хотим добиться того, чтобы РСУ начала выполнять свои непосредственные обязанности. Это привести наш дом в порядок. Пока местные жители не намерены сдаваться и продолжат контроль за работой управляющей компании, раз сама она скоординировать себя не может. В случае дальнейших отказов в выполнении своих обязательств жильцы намерены обратиться в прокуратуру для проведения проверки в РСУ-2. Но в ближайших планах у горожан заставить управляющую компанию вновь убрать кашу, которая образовалась во дворе из-за осадков. Вот такой лайфхак. Хочешь чистый двор – проконтролируй работу сам. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вы давно перечитывали сказки? Если честно, ответ не имеет значения. В любом случае, многим будет интересно заглянуть на выставку Виктории Поволяевой. Там как раз волшебная атмосфера. Экспозиция открылась 17 января в центральном офисе приемния Шторбанка. По словам художницы, ее вдохновляют на создание сказочных миров, увлекательные книги, фильмы, аниме. Но все образы, конечно, преобразуются ее фантазией. В ее работах вы узнаете персонажей Толкина и Андерсона. Они, кстати, могли бы стать отличными иллюстрациями к легендарным произведениям. Мне очень нравились всяческие скандинавские сказки, еще какие-то там, где старички, боровички, леши, какие-то гоблины. И просто вот этот вот, какой-то такой персонаж, который со мной из детства любимый. Потому что они были самые таинственные. У нас в русские народные сказки, это в основном там лисички, зайчики, бабки-ежки, гномы, там эльфы и все остальное. Это скорее-таки книжки, которые были более редкие. И все же на этой выставке интереснее рассматривать образы, которые от идеи до воплощения в красках принадлежат самой Виктории. Взять хотя бы персонажей и сюжеты мыши на истории. У художницы вышли грызуны романтики. Раскрыв зонты, они обнимаются под проливным ливнем, любят устраивать пикники и не боятся дальней дороги, если она ведет на море. В этой серии работ сюжеты взяты из человеческой жизни, поэтому они вызывают улыбку. Наверное, из детства это все идет, какие-то там книжки любимые, фильмы, мультики. Иногда бывает, посмотрел какой-то интересный фильм, мультфильм, почитал книжку. Или там, я не знаю, вышел, а красивая какая-то погода сказочная навеяла и создалась какая-то работа. Как призналась Валерия Поваляева, больше всего она была бы рада, если после посещения экспозиции зрителям самим захочется взять карандаши и краски. Именно так рисует она сама, используя смешанную технику. Мир сказочных историй и забавных героев обосновывается в Приобанке до конца февраля. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь, до встречи. До встречи.